Что же, господин Зеленский, приятно снова вас видеть. Это наша седьмая встреча, и я рада приветствовать вас в Вашингтоне, округ Колумбия. Как я уже говорила на наших предыдущих встречах, а также на протяжении всего периода жестокой агрессии и войны Путина против Украины, я неизменно поддерживаю народ Украины. Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Я буду продолжать поддерживать Украину и сделаю все возможное, чтобы она победила в этой войне. Для того, чтобы быть в безопасности, сохранять стабильность и процветать, Соединенные Штаты должны продолжать играть свою роль мирового лидера. Мы должны поддерживать наших союзников и партнеров. Мы должны отстаивать наши демократические ценности и противостоять агрессорам. Мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов подвергается опасности в Украине. Вот почему борьба Украины имеет значение для народа Америки. Украинский народ храбро защищает свой дом, свою родину, свою свободу и демократию от жестокого диктатора. А американский народ хорошо знает, что такое свобода, независимость и важность верховенства закона. Эти идеалы являются основой нашей американской сущности. И некоторые из самых важных моментов в нашей истории были связаны с тем, что мы противостояли агрессорам, таким как Путин, как это происходит и сейчас. Действительно, поддержка наших друзей и защита наших идеалов от тирании помогли Америке стать самой могущественной и процветающей страной в мире. Агрессия Путина направлена не только против народа Украины. Это также атака на такие фундаментальные принципы, как суверенитет и территориальная целостность. Международные правила и нормы – это не абстрактные понятия. Они обеспечивают порядок и стабильность в нашем мире. Они поддерживают безопасность и процветание Америки. И когда им где-то угрожают, они чувствуют угрозу повсюду. История показывает нам, что если мы позволим агрессорам вроде Путина безнаказанно захватывать территории, то они будут продолжать это делать. И Путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО. Мы также знаем, что другие потенциальные агрессоры по всему миру наблюдают за тем, что происходит в Украине. Если Путину позволят одержать победу, то это придаст ему смелости. История напоминает нам, и это совершенно очевидно, что Соединенные Штаты не могут и не должны изолироваться от остального мира. Изоляция – это не самоизоляция. Поэтому Соединенные Штаты поддерживают Украину не из благотворительных побуждений, а потому что это в наших стратегических интересах. Мы продолжим оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, необходимую для достижения успеха на поле боя, о чем президент Байден объявил сегодня. Я горжусь тем, что работаю вместе с президентом Байденом и 50 странами, которые мы объединили, чтобы позволить Украине защитить себя. Благодаря этой коалиции, мужеству и отваге украинского народа, а также вашему лидерству, президент Зеленский, Украина противостоит российской агрессии. И сегодня Киев свободен и силен. Президент Зеленский, я предельно ясно выразился, Путин начал эту войну и мог бы закончить ее завтра, если бы просто вывел свои войска с суверенной территорией Украины. Конечно, он не продемонстрировал никакого намерения сделать это. Вместо этого он продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и терроризировать народ Украины. В июне в Швейцарии на конференции по мирному урегулированию в Украине я вместе с 90 другими странами заявил, что Соединенные Штаты разделяют ваше видение окончания этой войны, основанной на воле народа Украины и уставе ООН. И что мы должны работать с международным сообществом, чтобы добиться справедливого и прочного мира. И я сказала мировым лидерам, что без Украины невозможно решить ни один вопрос, касающийся окончания этой войны. Однако, откровенно говоря, я хочу сказать вам, господин президент, что в моей стране есть люди, которые хотели бы заставить Украину отказаться от значительной части своей суверенной территории, которые требовали бы, чтобы Украина стала нейтральной, и отказалась от сотрудничества в сфере безопасности с другими странами. Эти предложения ничем не отличаются от предложений Путина. И давайте внесем ясность, это не предложения о мире. Это предложения о капитуляции, которые являются опасными и неприемлемыми. Поэтому, господин Зеленский, я с нетерпением жду нашей сегодняшней беседы и буду продолжать работать с вами, чтобы Украина одержала победу в этом конфликте и оставалась свободной, демократической и независимой страной. Добро пожаловать снова. Большое вам спасибо, госпожа Вица-президент, за приглашение. Рад вас видеть. Уважаемые журналисты, я хочу поблагодарить вас за участие в саммите по вопросам мира. И это действительно было очень важно, и мы это помним. Формат саммита был успешным. Мы готовимся ко второму саммиту, и теперь мы должны положить конец этой войне. Нам нужен справедливый мир, и мы должны защитить наших людей, украинские семьи, украинских детей и всех от путинской агрессии. И мы благодарны Америке за поддержку Украины. Сегодня у нас состоится важная встреча, сразу после того, как я поговорю с президентом Байденом о плане победы, и я поделюсь некоторыми деталями этого плана с вице-президентом Харрис. Для нас очень важно, чтобы мы полностью понимали друг друга и работали в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами. И сегодня утром я также разговаривал с конгрессменами обеих палат, представителями обеих партий, и я благодарен за поддержку, которую мы получили от обеих партий. Мы верим, что эту войну можно выиграть, и что прочный мир возможен только при поддержке Соединенных Штатов. Госпожа вице-президент, это наша седьмая встреча, если я не ошибаюсь, и не последняя. И встреча по вопросам обороны, насколько я помню, состоится в этом году. Спасибо. И я хочу проинформировать вас о последних событиях на поле боя, о действиях Украины в Курской области, о достигнутых результатах и о дальнейших планах. Сегодня мы получили новый пакет поддержки, как вы и сказали, и у нас есть общее мнение о том, что необходимо сделать. Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы остановить войну и добиться настоящего и прочного мира. Для нас и для других свободолюбивых стран это главный приоритет, чтобы добиться не временного, а настоящего мира. Поэтому мы должны сохранять санкции против России и использовать доходы от замороженных российских активов для защиты Украины, нашего народа, наших городов, наших прифронтовых территорий от российского зла. И, конечно же, мы должны приложить все усилия, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников. И еще одно. Я хочу проинформировать госпожу вице-президента о последних ракетных ударах России и атаках беспилотников на украинскую энергетическую инфраструктуру. Нам необходимо срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы спасти тысячи жизней и свести к нулю российский террор. Это возможно. Еще раз спасибо. Спасибо, Америка. Спасибо вам, госпожа вице-президент. Слава Украине. Спасибо. Спасибо.